Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа «По существу» в студии Татьяна Трофимова. У нас сегодня в гостях временно исполняющий обязанности начальника отдела ГИБДД по городу Чебоксар, подполковник полиции Сергей Владимирович Суботкин. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Вот вы знаете, автомобилей на улицах города становится все больше и больше, и нарушений правил дорожного движения тоже становится больше. Вот с 1 сентября вступил в силу новый административный кодекс. Какие изменения новые для наших водителей? И что вы посоветуете, на что особое внимание стоит обратить нашим автомобилистам? Ну, как вы правильно сказали, с 1 сентября текущего года в действующий административный кодекс внесены определенные поправки федеральным законодательством. Всего этих поправок более 60. На всех мы с вами останавливаться не будем в рамках имеющегося у нас времени предоставленного. Но остановлюсь на наиболее существенных. Ну, во-первых, это то, что у всех на слуху, это то, что минимальный штраф за нарушение ПДД теперь с 1 сентября текущего года составляет 500 рублей, вместо 100 рублей, как раньше. За нарушения, зафиксированные автоматическими камерами видеофиксации, максимальная сумма штрафа не может превышать 5000 рублей. В тех случаях, когда нарушение, предусматривающее лишение специального права, зафиксировано как раз вот такими автоматическими приборами, лишение права не применяется специально у водителей, а применяется административное наказание в виде штрафа на сумму 5000 рублей. Введена опять такая диспозиция статьи, как повторность. То есть за многие нарушения в случае их повторного совершения в течение года предусматривается усиленное административное наказание или даже лишение специального права на срок от месяца до 6 месяцев. Это такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости движения в зависимости от его размера. Далее из существенных изменений это то, что введена новая совершенно статья, это нарушение права перевозок детей установлен правом дорожного движения. То есть если раньше у нас нарушение права перевозок детей отдельно не квалифицировались, а входили в общую диспозицию статьи нарушения права перевозок, то сейчас это выделено в отдельную статью и сумма штрафов там изменена с 500 рублей до 3000. Это в первую очередь касается именно тех родителей и водителей, которые возят у нас с 1 сентября детей в школу, в детские садики и не пользуются при этом в первую очередь специальными детскими удерживающими устройствами. Вот если не уходить от кресел пока, вот у меня возникает такой вопрос. Смотрите, например, зимой водитель проезжает там какую-нибудь местность и там голосует, допустим, мама с двумя детьми и ей нужно куда-то уехать. И водитель, пожалев эту маму в мороз, допустим, сажает ее с детьми, но без кресла, естественно, потому что кресла тут нет. Вот в таком случае как быть? Оштрафуют водителя все-таки на вот эту сумму или какие-то там все-таки есть пути, другие способы решения такого вопроса? Ну, здесь необходимо отметить, что специальное детское удерживающее устройство необходимо при перевозке детей до 12 лет на переднем сидении легкового автомобиля. То есть в тех случаях, когда у нас ребенок до 12-летнего возраста переводится на заднем сидении легкового автомобиля, не обязательно пользоваться специальным креслом. Возможно использование любых других специальных устройств или каких-то подручных средств, которые позволят пристегнуть ребенка при помощи имеющегося на заднем сидении ремня безопасности. Это могут быть как специальные переходники на ремень безопасности, подушка, специальный валик какой-то, который будет подложен под сидение ребенка, чтобы использовать ремень безопасности имеющегося в автомобиле в наиболее полном объеме, чтобы не перехлестывало горло, чтобы проходило как положено через грудную клетку. То есть детское кресло необходимо именно, еще раз повторяю, при перевозке детей до 12 лет на переднем сидении автомобиля. Во всех остальных случаях можно как-то попытаться выкрутиться в этой ситуации и родителям, и водителям, которые будут перевозить таких водителей. Ну и не стоит забывать, что все-таки, как бы говорят, благими пожеланиями у нас известно, куда дорога вымощена. Поэтому в тех случаях, когда возникает желание пожалеть маму с такими детьми, необходимо думать и о последствиях возможных оказания такой помощи. То есть необходимо предусмотреть наступление вредных последствий. Вернемся, продолжая к изменениям, которые вступили с 5 сентября. Также то, что у всех водителей на слуху и участников дорожного движения, это то, что теперь за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии и плюс за отказ от медицинского освидетельствования, помимо исключительно лишения специального права, как раньше было предусмотрено кодексом, теперь еще вводится и административный штраф. Но этот штраф не заменяет лишение специального права, он является дополнительной мерой взыскания административного. Сумма этого штрафа при первичном попадании составляет 30 тысяч рублей. В случае повторного выявления управления транспортным средством в нетрезвом состоянии сумма штрафа возрастает до 50 тысяч рублей. Суммы штрафа также и выросли из-за управления транспортным средством, уже будучи лишенным специального права. В данной ситуации штраф составляет размер 30 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Необходимо отметить, что помимо ужесточения административного наказания в отношении водителей, также выросли и санкции, применяемые и к пешеходам, а также к другим участникам дорожного движения, таким как велосипедисты и водитель скутеров. Для пешеходов также, если раньше штраф у нас был от 100 до 300 рублей, то теперь минимальная сумма штрафа, как я уже говорю, даже в отношении пешехода, переходящего в правильную часть в неположенном месте, до 500 рублей. Сейчас за нарушение права дорожного движения водительское удостоверение у водителей не изымается, то есть временное разрешение не выдается. Но введена такая норма, опять же, что водитель сам обязан в течение трех суток, после того, как в отношении него вынесли постановление о лишении специального права, прийти и добровольно сдать его в подразделение госавтоинспекции для хранения. И срок лишения специального права будет исчисляться именно с момента сдачи этого водительского удостоверения. То есть до тех пор, пока он водительского удостоверения не сдаст, будет считаться, что срок лишения не начался. И чем дольше он будет оттягивать этот срок, тем дольше не будет наступать в течение срока лишения. Плюс ко всему, возврат водительского удостоверения после лишения теперь осуществляется только после сдачи теоретического экзамена в подразделениях ГИБДД. Эта мера как бы не новая, она уже в свое время применялась, но законодатели решили, что на самом деле, если люди уже целенаправленно нарушают право дорожного движения, допускают такие грубые нарушения, за которые предусмотрена ответственность в виде лишения, то на самом деле возникает сомнение о том, помнят ли они правила или ответственность за нарушение их правил. Необходимо у них повторно принять теоретически хотя бы экзамен. Кто-то из водителей, возможно, действительно примет это все и будет ездить более аккуратно. Все-таки останутся, наверное, и такие водители, которые будут пытаться расплатиться с ГАИшниками на месте. Часто ли у вас вообще попадаются ваши сотрудники именно на этом деле? Ну, как бы законодатель не предусматривает сейчас такого вида расчета, как штраф на месте, да? То есть постановление может быть на месте совершения нарушений вынесено, но уплата административного штрафа у нас исключительно через подразделение Банка России или его филиалы. То есть наличными инспектору брать нельзя. В тех случаях, когда есть такие сотрудники, да, и чтобы у них такие мысли не возникали о том, чтобы разобраться как бы с такими нарушителями на месте, есть специальные подразделения у нас, это ОРЧ собственной безопасности, контрольно-профилактический отдел, которые выявляют таких нарушителей и, соответственно, привлекают их или к уголовной ответственности, или к дисциплинарной, в зависимости от тяжести правонарушения, допущенного ими. Ну и в первую очередь мы стараемся от таких людей, конечно, избавляться. Ну это что касается ваших сотрудников, а что ждет первых участников этого процесса, тем, кто предлагает, допустим, взятку? Ну, само собой, в действующем уголовном кодексе уголовная ответственность предусмотрена как лицу, которое взяло взятку, так и лицу, которое ее предложило и дало. То есть и дача взятки, и получение взятки караются одинаково, приблизительно одними и теми же статьями. И вот есть ли какая-то статистика по нашему городу с начала действия новых штрафов и новых наказаний вот с 1 сентября? Может быть, стало меньше нарушений ПДД? Может быть, каких-то нарушений, наоборот, стало больше? Нарушений ПДД резкого снижения, конечно, не произошло. Так, например, водитель, управлявший транспортными средствами в нетрезвом состоянии или отказавшийся от прохождения медицинского судействия, только вот с начала текущего года уже выявлено порядка 120 человек в городе Чебоксары. То есть все они уже будут привлечены по новым санкциям административного наказания. В сентябре уже выявлено два факта управления транспортным средством, будучи лишенным такого права специального. Эти люди уже получили штраф в размере 30 тысяч рублей. То есть довольно-таки существенное наказание такое. К административной ответственности привлечено у нас порядка 900 пешеходов уже по новым штрафам. То есть по 500 рублей довольно-таки существенным. Спасибо, Сергей Владимирович, за интересную и познавательную беседу. Думаю, информация будет полезна не только автомобилистам, но и всем участникам дорожного движения. А я напоминаю вам, у нас сегодня был в гостях Сергей Суботкин, подполковник полиции. До новых встреч. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»